Желаю вашему вниманию бойца в синем углу клетки. Ему 28 лет, рост 177 сантиметров, вес 77,1 килограмма. Его профессиональный рекорд 24 победы, 12 поражений. Его стиль ММА, Москва, Россия, Аксен Нерсейсан. А вот его соперник в красном углу клетки. Ему 25 лет, рост 177 сантиметров, вес 77,4 килограмма. Его профессиональный рекорд 5 побед, ни одного поражения. Его стиль Вольная борьба из грозного Чеченского республика. Герихан Мазаев. Рыфли в отагоне Герихан Шибилов. И так Герихан Шибилов будет судить противостояние Герихана Мазаева, своего тезки, и Арсена Нерсисяна. Можно уже говорить легендарный Герихан Шибилов. На минуту, дорогие друзья, кто не знает, а такие, наверняка, все еще есть. Герихан Шибилов, мастер спорта, еще СССР по самбо. Ну и известный тренер и рефери сегодня. Ну и к поединку, повторюсь, самый опытный боец сегодня. Это Арсена Нерсисян, боец многих известных лиг. И вот теперь и лиги ACA Young Eagles. Поддавливает сейчас Мазаев. 35 профессиональных боев. 35, это дорогого стоит. Ну и Герихан Мазаев, наверное, может сказать, проспект. Самое главное, что. Хотя в возрасте немного стукал, посмотрите, как дома сейчас. Выстрел Арсен слева. Внутренний ноу-кик и попытка перевода тут же. Вольная борьба базовым сильно значится у Герихана Мазаева. И логично, что он будет, конечно, пытаться... Стоило догадаться, да. Так, и, кстати, обратите внимание, вот то, что сейчас привыкли все ассоциировать с Хабибовской школой. Захват двух ног. Не стал долго задерживаться в этом положении Мазаев. И занял позицию сбоку. А нет, вот смотрите, уже попытка снова маунта. И за спину Нерноу. Попытка удушающего. Нет, Сюрки очень опытный у него сегодня оппонент. Будет растягивать. Ноги неплохо заправлены. Ну и мы помним, что очень много побед, собственно, удушающими у Нерсисяна. А задушить душителя это обычно очень тяжело. Потому что человек, который умеет сам делать удушающий прием. Умеет от этого защищаться, да. Он как бы чувствует происходящее. Но положение, конечно, более чем удачное для проведения этого приема. Это самый популярный вообще, согласно статистике, прием в смешанных единоборствах удушения со спины. Да, вот здорово, здорово очень защищается. Перехватывает руку. Вполне себе, возможно, сейчас развернется. Арсен Нерсисян. Каждый раз вот на этом развороте ему немножко чего-то не хватает. Теперь это будет тяжелее, потому что мы видим треугольником перехватил захват Мазаев. Но, с одной стороны, для него это хорошо. Он более плотно, получается, будет держать захват. Развернуться Нерсисяна будет тяжелее. Но ресурс спины для удушающего чуть меньше. И сами ноги устают от этого. То есть вот то, что он сейчас держит ноги треугольником, это... Да, вот сейчас. Выглядит опасно. Вот плотоней было. Там соскочила перчатка с большого пальца у Гирихана Мазаева, кстати. Посмотрим. У него могут, собственно, немножко так отсохнуть, забиться собственные ноги от этого... От этой попытки. Не позволяет пока Арсен Нерсисян. Вот, вольготно, да, что называется, себя чувствовать за своей спиной соперника. А вот здесь вот еще одна попытка. Но вторая рука была блокирована на тот момент. Да, собственно, тоже классный эпизод. Что Нерсисян сделал? Он, да, может быть, несколько рискнул. Но при этом, видите, он разжал захват ногами. И вот теперь он находится. И сейчас сам, да, выигрывает позицию. А все потому, что в предыдущем эпизоде он разжал ноги своего оппонента. И вот сейчас уже благодаря этому оказался сверху. Здорово. Но вот опыт. Опыт. А сколько людей бы испугались бы и не смогли бы так эффективно действовать снизу. Сейчас попытка в маунт сесть не позволяет этого сделать греха Мазаев. Тут же сам отдает спину. Да. Частично пока что. Но при этом тут еще бабка на двое сказала, что будет позиция. Вот чуть-чуть уже видно, да, Мазаев взял преимущество в этом плане. Да, очень активная борьба. Переурал достаточно незаметно у нас начинает приближаться к своему концу. И действительно мы видим динамичное противостояние в партере. Очень много сил вкладывает сейчас в этот удушающий прием Арсене Сисян. Трудно сказать, что здесь будет. Вообще обычно не получается у людей здесь удушающий прием. Не получился он и сейчас. Ну, это физически трудно, во-первых, его делать. Во-вторых, там очень много разных нюансов. Он не так прост, как кажется. Прошли те времена, когда люди, залезая в гильотину, постоянно сдавались. Сейчас это более чем штатная ситуация для большинства спортсменов. Смотрят на палец, что там снимать. Ну, там просто... А, это вот то, о чем вы говорили. Да, я понял. Ну, давайте посмотрим кочевые эпизоды. Продолжение следует... Ну, что ж, второй раунд. Очень интересная пара бойцов. Еще один перевод. Ну, и, собственно, очевидно уже, где будет решаться ход всего поединка, это именно в борьбе. Ну, и, собственно, пора бы. Пора бы, потому что сколько у нас уже было поединков. Практически полностью они проходили в стойке. Все они были полны яркими разменами. Ну, предыдущий бой, кстати, тоже много борьбы мы видели. Там борьба, мне кажется, была более динамичной. Это связано с тем, что все-таки более молодые спортсмены. И они, как правило, меньше извлекают из тех позиций, которые забирают. Здесь же, видите, борьба идет за каждый какой-то сантиметр клинча. Ну, сантиметр более удобной позиции. Там чуть ниже плечо переставил, да, уже тебе удобнее. И вот снова попытка удушающего. Получится ли здесь ресурс спины Нерсессиана включить или снова одними руками. Вот видите, нога есть у него на клетке. Теоретически он может ногой воспользоваться. Ну, вот. И посмотрите, как перебрасывает. Так, и сам прошел проход. Вот проход в одну ногу. И, кстати, интересный. Может, там накрыться. Да, накрывается Арсен Нерсессиан. Там какая-то была интересная попытка. Я до конца не понял. Но так или иначе, снизу находится Типерион. И сверху представитель вольной борьбы. Что логично, Мазаев. Хаммерфисты включает Гирихан Мазаев. Да, позиционный. Заправляет ноги. Снова забирает спины. Будут попытки выйти на удушающий прием. Ну, в общем-то, здесь мы все уже видели. Примерно понимаем, что будет происходить. Видите, опять очень здорово вот так вот атакует. Рискует, правда, при этом. Ну, а как еще? Очень здорово атакует ноги. И переворачивается. Пока нет. Но имеется шанса. Сейчас, на самом деле, чуть-чуть, естественно, ловкости хватит и Гирихана Мазаева. Он мог бы еще более выгодной ситуацией оказаться. Но нет. Стойку возвращаются бойцы. Там варианты и с рычагами со спины были и прочее, прочее. Но это такие вещи, которые сильно не всегда работают. Поэтому Гирихан применяется. Гирихана Мазаева, который начинает поддавливать сейчас соперника Мазаев. Попытка снова перейти в ноги у Арсена Нерсисяна. Блокирует ее. Прям таким катком идет вперед Нерсисян. Не получается у него пока то, что он хочет. Но, тем не менее, сами попытки говорят о том, что у него есть вот этот запас ресурса для активных действий. Ой-ой-ой. И вот она снова ошибка, снова отдает спину. Причем чуть ли не добровольно, мне кажется. То есть решил не бороться за этот эпизод. Ну, кстати, может быть, отчасти потому, что он чувствует себя более-менее уверенно в этой защите. О, хороший. Камерки снова. Колени еще добавляет по корпусу Гирихан Мазаев. Да, корпус контролирует Гирихан Мазаев. Работает коленями. В общем, делается то, что надо делать в этой ситуации. Я думаю, не будет здесь каких-то особенных принципиально отличных от происходящего действий. Такая вязкая позиционная борьба. Интересно, кстати, сейчас угловые московского спортсмена говорят о том, что гильотину делать не надо. Ну, и гильотина гильотине рознь на самом деле, потому что, если там чисто взять шею, можно попробовать взять ее без руки. Это будет совсем другая ситуация. Однако, Даня не стал душить гильотиной. И вот концовка тоже за Гириханом Мазаевым. Итак, два раунда позади. Сборного противостояния. И мы ждем последнего. Сборного противостояния. Сборного противостояния. Итак, дорогие друзья, раунд под номером три. Завершающий это бой в полусреднем месте между Арсеном Нерсисяном и Гириханом Мазаевым. И с первой же секунды Мазаев идет проход. Попытка перевода блокируется. И снова на гильотину пытается взять соперника Арсен Нерсисян. Ну, теоретически, если подключить спину, как-то собрать ресурс спины в это движение, то может получиться. Но вообще гильотина через руку – это прием очень тяжелый, с большим количеством нюансов. Без руки, когда берется гильотина, там, да, он чаще проходит, чем нет. С рукой же это все очень тяжело, причем сказывается на усталости, на собственной усталости больше зачастую. Так, и получается улучшить позицию, да, у Гирихана Мазаева. И вот сейчас он освобождается от захвата, да, забирает бэк-маунт. Очень много сегодня чередуется маунт-бэк-маунт. И вот такие удары коленями. Ну, собственно, все, как говорили древние греки. Борьба мать всего. В данном случае, если мы про победу, то, скорее всего, именно да. Вот эта борцовская позиционная борьба в этом поединке, скорее всего, будет решающим фактором. Снова за спину заходит. Это у нас подсказывает Гирихана Мазаева и его главы. Так вот отрывает, разворачивает и снова роняет на канвас Нерсисяна. Ох, хорошее попадание, хороший удар. Еще добавляется. Просовывает, да, вот из подмышки, что называется. Ну, да, так в стиле Дэна Хендерсона часто мы его вспоминаем в этом контексте. Хотя тоже неоднозначно, потому что немножко все по-другому здесь. Так, а вот еще одна пополка. Ой-ой-ой, а вот здесь у чистой шеи взята, кстати. Здесь, в общем-то... Вторая рука заблокирована пока. И тяжело ей будет. А, да, я вижу. Потому что... Слушайте, ну вот он опыт Нерсисяна, конечно. А вот посмотрите, сейчас разворачивает. И вот здесь есть очень плотный захват. Все. Да, есть сдача, вы смотрите. Вы посмотрите, он развернул. Нерсисян блокирует руку соперника, в том числе и своим весом. Развернул в другую сторону его Мазаев. И тут же закрыл замок. Причем сделал это очень правильно. Грамотно спрятал за головой соперника вторую руку. И, соответственно, уже расцепить этот замок был очень крайне вообще непросто. В итоге вынужден был капитулировать. Ну, вы знаете, честно говоря, я очень впечатлен. Потому что насколько грамотно защищался Нерсисяну. Постоянно везде находил контрольные точки. Которые позволяли ему до этого избегать удушающего приема. И нет, все-таки в итоге он получился. Такое мое уважение обоим спортсменам. Гирихану Мазаеву. Здорово, здорово. Классный бой. Да, очень классный, интересный. Особенно вот, да, на любителей борьбы. Мы поздравляем с этой яркой победой бойца Честной Республики. И ждем с новыми победами Арсена Нерсисяна. Возвращение ему на победную танцу, конечно. 27 секунда третьего раунда таким образом улучшающим приемом победу отражал Гирихан Мазаев. Продолжение следует.